Добрый день, уважаемые коллеги. В своем докладе я хотел бы поднять общие вопросы касаемо пациентов с опухолями головы и шеи. Для данной категории пациентов очень характерны в связи с основным заболеванием это косметические дефекты, которые приводят к снижению качества жизни и социальной адаптации пациентов к ряду психологических проблем. Поэтому в первую очередь все эти категории больных не только медицинская, но и социальная проблема. Также ряд данных патологий диагностируются уже только на третьей и четвертой стадии процесса. Если мы в целом берем хирургические вмешательства на голове и шее, то их огромное количество. Это и диагностические процедуры, вплоть до больших радикальных и палеотивных оперативных вмешательств. И большинство из них требуется участие врача-анестезиолога. И основная цель в предоперационной оценке состояния пациента это выявить проблемы с дыхательными путями и оценить общее состояние пациента. Частота трудных дыхательных путей у пациентов данной категории однозначно выше, чем в общей популяции. Для оценки трудностей интубации существует большое количество шкал, которые облегчают нашу работу и помогают нам выбрать определенную тактику, такие как Москва-ТД, Вилсон, большая часть из этих, Арне, Лемон и Шот. Все они известны, но... Однако все практически шкалы, кроме шкалы Шот, не учитывают проведенную лучевую терапию у этих пациентов, которая может приводить к фиброзу ткани шеи и ухудшать проведение ларинкскопии и вызывать трудности в интубации. Основное и значимое место в предоперационной оценке это занимает выявление сопутствующей патологии, так как коморобидность будет являться одним из основных и главных факторов переоперационного осложнений. Чем больше у нас сопутствующая патология у пациента, тем риск переоперационных осложнений намного выше. Сам по себе возраст не является предиктом высокого риска, но чаще всего возраст ассоциирован с большим количеством хронических заболеваний у пациента. Вначале для объективной оценки состояния необходимо провести ряд диагностических обязательных тестов. Здесь мы предлагаем вам стандарт предоперационного обследования, в который обязательно должен входить общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические тесты. Считается, что дополнительные анализы и тесты назначаются при наличии каких-либо факторов риска или жалоб. Хроническая обструктивная болезнь легких у пациентов с опухолями головы и шеи очень часто сопутствующая патология, так как в основе двух этих состояний есть общая причина, такой как фактор курения. У этих пациентов надо обязательно проводить оценку функции внешнего дыхания, и данный тест обязательно поможет нам диагностировать, есть ли у пациента обратимые и необратимые нарушения проходимости дыхательных путей, и позволяет заранее провести коррекцию состояния. Это проведение антибиотикотерапии с целью излечения инфекции, которая может быть у пациентов, либо назначения бронходилататоров. Также одно из ведущих мест в тяжелом состоянии и коморбидности данных пациентов – это истерично-сосудистая система. У пациентов с низкой переносимостью физических нагрузок и низким метаболическим эквивалентом, особенно у пациентов, которые получали до этого химиотерапию с применением препаратов адремициновых аналогов, рекомендуем выполнение эхокардиографии. Более подробно подготовка предоперации при сопутствующей патологии истерично-сосудистой системы рассмотрена в рекомендациях Европейского общества кардиологов от 2014 года, где подробно будет описан и предоперационные, и интероперационные, и постоперационные этапы. Хроническая сердечная недостаточность, особенно декомпенсированная, это считается 3-й и 4-й функциональный класс ПОНИХА, имеет важное прогностическое значение. Повышение кардиомаркеров, таких как PRO, BNP и BNP, однозначно коррелируется с показателями 30-дневной летальности от сердечно-сосудистой патологии. Нутритивный статус также является очень важным фактором риска послеоперационных осложнений. Пациенты с упухолями головы и шеи могут иметь нарушение питания по разным причинам. Это и диетические привычки, дисфагия, непосредственно раковые явления, химиотерапия при снижении индекса массы менее чем 18,5, либо потери веса менее 10. Большинство авторов европейских рекомендаций рекомендуют обращение к нутрициологу. В наших условиях эти вопросы решаются коллегиально, лечащие врачи и реаниматологи. В зависимости от вида опухоли и планируемого оперативного лечения решается вопрос индивидуально от элементарного сиппинга до постановки желудочного зонда или формирования гастростомы. Если мы перейдем уже непосредственно к количественному оценку риска послепрессионных осложнений, то в целом операция на голове и шее относится к промежуточному риску и занимает от 1 до 5% осложнений в структуре 30-дневной летальности от сердечно-сосудистых осложнений. С точки зрения оптимальных шкал в 2016 году в британском гайдлайне по голове и шее было рекомендовано использование ЛИ-индекса, так как он имеет больше прогностическое значение. Шкалы, такие как ППОСОМ, которые применяются для оценки риска, хорошо показалось себя у пациентов с колоректальным раком, но для пациентов данной категории, что мы обсуждаем с вами, она подходит не очень хорошо и не оценивает все риски. Интерпрессионный период. На самом деле на данном моменте нет четкой доказательной базы, что какой-то вид аншиловского пособия должен превалировать. На самом деле выбор всегда состоит за специалистами, которые проводят анестезию. Первым этапом мы снова возвращаемся к трудным дыхательным путям. Для выбора оптимального метода проходимости дыхательных путей анестезиологу необходимо дать ответы на ряд вопросов и ответ, от которых будет зависеть непосредственно клиническая ситуация. Будет ли выбрана сразу индексы в общую анестезию, либо будут применены какие-либо другие альтернативные планы. В интероперационном периоде из особенностей стоит выделить, что применяются специальные устройства для поддержания проходимости. Это и армированные трубки, и трубки, имеющие специальные изгибы для более удобного их размещения. Это обязательно надо учитывать перед операцией и легально обсуждать, какой непосредственно из девайсов стоит применить. К сожалению, пока не находят уверенной доказательной базы, что применение видеоларингоскопов улучшает успех при выполнении ларингоскопии и уменьшает количество гипоксимей и попыток ларингоскопии, особенно если до этого выполнялась стандартная процедура. Интероперационный мониторинг, который принимается в интероперационном периоде, чаще всего стандартный. Для большинства пациентов обязательно это ЭКГ, пульсоксиметрия, капнография. Для ряда пациентов необходим по показаниям расширенный. Из выбора инвазивных методов диагностики стоит прибегать к менее опасным методам и менее инвазивным с точки зрения количества доступов к операционному и риска осложнений после данных процедур. Общие вопросы и основная задача анестезиолога при выполнении анестезии это поддержание гомеостаза во время наркоза. Обязательно есть маленькие нюансы, которые требуют внимания. Эта длина контура и инфузионных линий должна быть всегда достаточно, чтобы было удобно подойти к столу хирургической бригаде и стол был более активен. Обязательно пойдем из голове стола защиты глаз пациентов, профилактика позиционных повреждений. И комплексная профилактика тромбоэмболических осложнений. Легендарный слайд, который присутствует практически во всех наших докладах, лишний раз нам напоминает о том, что длительность анестезии является независимым предиктором послеопрессионных осложнений и количества которых возрастает. Послеопрессионный период также занимает особое внимание в лечении пациента. Основные направления послеопрессионного периода это безопасная экстубация, обезболивание и профилактика послеопрессионной тошноты и рвоты. Особое внимание следует уделять экстубации пациентов, так как исходно они могут иметь проблемы с проходимостью дыхательных путей, которые могут усугубиться за счет нарастания послеопрессионного отека в области послеопрессионной раны. В зависимости от разных конкретных клинических ситуаций применяется экстубация в сознании, экстубация с катетером для переинтубации либо отсроченная экстубация. Если мы опять же посмотрим структуру послеопрессионных осложнений, то первые места по количеству это ранее послеопрессионной кровотечения и пневмонии. Это отражается тем, что пациенты в послеопрессионном периоде должны размещаться так, чтобы доступ их для экстренного оперативного помешательства в операционную был минимальным. Если у пациентов в послеоперационном периоде возникает пневмония, то, к сожалению, риск смерти в структуре 30-дневной летальности увеличится в два раза. В заключении стоит сказать, что пациенты с пухлями головы и шеи имеют множественные сопутствующие заболевания, что не обязательно отражается на предоперационной подготовке, интероперационном ведении и введении послеоперационного периода. А значительная часть имеют нарушение проходимости дыхательных путей, требующие индивидуального подхода анестезиолога и пациента и разработки стратегии безопасного введения с целью проходимости дыхательных путей. Планирование и введение пациентов в составе мультидисциплинарных команд может минимизировать неблагоприятные исходы оперативного лечения. Уважаемые коллеги, хотел бы также пригласить вас на белые ночи. 22 числа будет анестезиологическая секция, где более подробно будут рассматрены эти и другие вопросы, которые будут относиться к анестезиологии у онкологических пациентов. Большое спасибо, подседения. Спасибо.